всем привет дорогие друзья я хочу сегодня провести небольшой экскурс по синтезатору yamaha pcr sx 700 и которая вышла относительно недавно хочу вам показать как можно скомбинировать несколько звуков посмотрите какие возможности по управлению по настройке этих звуков дает инструмент вот как мы можем воспользоваться эффектами эквалайзерами панорамой изменение высоты и так далее посмотрим вообще на что способен этот синтезатор я хочу сразу сказать что этот микрофон в которой я говорю он тоже подключен напрямую в синтезатор вот мы сейчас находимся вот в режиме микрофона тут есть варианты подключения гитары вокал микрофона и для вот разговора ну как написано так я хочу сразу сказать что подключен динамический микрофон и гейн который там есть в микрофон в синтезаторе он неплохо как бы раскачивает микрофон также тут есть возможность сделать балансировку между громкостью синтезатора и громкостью микрофона то есть можно сделать микрофон громче синтезатор тише такой некий баланс между микрофоном громкостью и синтезатора также можно подключить раз-два-три можно эффект к сожалению эффект этот не меняется он вот какой есть такой есть то есть другой какой-то халрум выбрать нельзя хорус он идет как делай вот вместо дела я почему-то не написали хорус но вот раз-два-три добавляем ревер и получаем такой вот ресторанный голос раз-два-три-четыре-пять вот так же здесь регулируется панорама ну я пока уберу это все также здесь вот регулируется громкость входящего сигнала раз-два-три-четыре-пять то есть в этом плане мне принципе все понравилось также есть трехполосный эквалайзер можно выбирать не за раз-два-три-четыре-пять добавлять верха очень все чувствуется в этом плане принципе мне все нравится тут даже есть компрессор раз-два-три раз-два-три-четыре-пять Раз, два, три, четыре, пять Поставим его на такой более-менее Раз, два, три Щадящий такой режим Этот, если он на нуле Вот этот параметр То балансировка она как бы Стандартная, нормальная Вот в таком случае у вас синтезатор будет играть тише Вот я сделал по нулям Чтобы это все было как бы И здесь соточку поставим Чтобы у нас на записи не было перегруза Вот такие вот интересные настройки Это микрофонного входа Вот он здесь находится Отдельная кнопочка Выделена для него Вот, все очень удобно И без проблем Так Теперь у нас получается полностью звук Выходит из синтезатора И уйдет на карту и записывается туда Так, давайте теперь приступим К тому, что мы сможем сделать С комбинацией звуков Итак, у нас здесь есть Блок полностью идет для звука У нас идет тут банки Категории звуков Далее вот этот блок Вот с этим блоком мы сегодня поработаем Посмотрим, что он из себя представляет Какие у него тут есть возможности Итак, у нас есть четыре звука Четыре звука, которые мы можем использовать одновременно Из них три звука мы используем для правой руки И один звук для левой руки То есть мы можем разделить клавиатуру на две части И здесь будет у нас один звук Здесь будет у нас три звука использоваться Для того, чтобы выбрать звук Мы нажимаем на верхнюю кнопку Вот эти кнопочки Они нужны для выбора звука А эти звуки Они их активируют Либо деактивируют То есть если он включен Значит он сейчас у нас играет Если он отключен Значит он есть Но он не будет звучать Давайте попробуем поработать с каким-нибудь Соберем лид Одноголосный лид Для сольных партий Давайте посмотрим Какие у нас тут предлагаются лиды Я хочу выбрать такой мягкий Такой легкий лид для соло Вот такого плана допустим Тут конечно вот банков много Поэтому видите сколько тут Аж 7 страниц Поэтому далеко уходить не будем Как видите уже Звуки уже идут с встроенными эффектами Так теперь давайте посмотрим Что мы как нам туда вот войти Как мы можем посмотреть его параметры Почему он именно такой А не какой-то другой Для этого вот основная кнопка для работы Вот эта кнопка микшер EQ Когда мы на него переходим Он у нас многофункциональный Перематывает страницы Вот основная его И мы видим Вот если видите Зеленная кнопочка горит Он у нас активен Вот этот наш звук Мы видим его громкость Мы видим его панораму Вот этот параметр Мы можем этот параметр изменять Пока поставим как есть И посмотрим почему такой у нас эффект У нас есть в нем Вот он ревер Вот хорус и ревер Хорус Хорус как мы поняли Как дилей тут Давайте попробуем изменить эффект реверба Заходим сюда И мы видим что у нас есть категории Категории Вот они Категории И варианты пресеты Из ревербов мы можем выбрать Дальше тут у нас есть Вот несколько Стейджей и так далее Можно свои какие-то создать и сохранить Вот можно вообще без эффекта Давайте попробуем Оставить Этот хал Тут есть детали Можно прям еще глубже Зайти в настройки этого ревера И полностью видите Эквалайзеры посмотреть Вне запада брать У самого ревера Верха добавить Длительность добавить И так далее То есть Очень удобная тема Очень хорошо Молодцы В этом плане Мне понравилось Давайте теперь просто добавим ему Громкость Его присутствие Допустим нам нравится Окей Давайте перейдем к дилею Теперь какие варианты есть дилея Тут кроме дилея У нас еще есть хорусы Флэнджеры И так далее То есть вот выбор эффектов Достаточно большой Это хорошо Давайте посмотрим Что нам Предлагает дилей Я обычно выбираю чуть длиннее Потому что когда при интенсивной игре Это все потом смешивается И получается такая каша И очень много эффектов Они просто портят Давайте допустим Выберем вот такой режим Окей нравится Дальше посмотрим Тут еще есть Такая вот вкладка Которая Пока мы ее пропустим Мы не будем далеко так уходить Потому что Либо Иначе мы тут просидим долго Посмотрим эквалайзеры Low И низкие частоты Чувствуете разницу Да? Да Она чувствуется Она есть Не за Добавляется И исчезает Давайте оставим как есть Это в принципе не так Так Теперь тут есть Кат-Офф и резонанс Давайте посмотрим Что они Из себя представляют Окей Дальше Неплохо Хорошо Давайте оставим это так Теперь Кроме этого Допустим Я хочу поменять Теперь октаву Хочу сделать ее На октаву Выше Или ниже Вот в этом Здесь ее нету Вот Вот в этих параметрах Мы ее найти не сможем Для этого Мы Должны попасть В меню Или же на Основном Экране Вот тут есть Такой параметр Voice Part Он также дублируется Вот здесь Называется Voice Part Setup Вот он Нажимаем сюда И мы попадаем В более Такой вот Микшер Где все в одном Вот наш Лид Вот октава Теперь мы Можем попасть Только отсюда Изменять Октаву только здесь Вот Также тут Доступны параметры Когда мы Нажимаем на EQ Тут еще что Хорошо Кнопка Exit Она Работает Как кнопка Назад Как на Мобильных Телефонах Назад Это очень Удобно Она не Выкидывает Сразу На Главный Экран Вот сюда Она просто Делает На Одну Страницу Назад Очень Удобно Теперь Вот Мы здесь Меняем Октаву Если мы Нажимем На IQ Мы попадаем Сразу Туда В микшер И на Раздел Эквалайзера Вот Мы тут Видим Какие у нас Параметры Здесь Стоят По Обработке По Компрессии По Громкости По Панораме По Октаве И так Далее То есть Вот в этом Блоке Практически Вся Информация Тут Есть А А вот Тут Уже Она Более Детальная То есть Сюда Мы Заходим И Уже Полностью Можем Детально Ее Отредактировать А тут У нас Войс Парти Вот Мы Можем Вот Сюда Ее Вывести Эту Кнопочку И Мы Попадаем На Общий Такой Вот Информационный Блок А Октаву Мы Можем Поменять Здесь Окей Мы Разобрались С Этой Одним Звуком Мы сделали Нужный Нам Выбрали Регистр Параметры Обработку И так Далее Чтобы Это Все У нас Не Ищет И не Убежало Случайно Нажатием Если Сейчас Вдруг Случайно Я нажму На Одну Из Этих Кнопок То У меня Полностью Все Исчезнет Все Мои Дела То Что Я Сделал Поэтому Давайте Мы Сохраним На Этот Восьмой Блок Нажимая Memory И Так Проверим Окей Отлично Ну Что Едем Дальше Теперь Нам Нужно Будет Обработать Второй Звук Итак Ребята Давайте Перейдем Ко второму Нашему Звуку Мы Отключаем Первый У нас Полная Тишина И Давайте Выберем Что Нибудь К нашему Лиду Второму Лиду Я Предлагаю Выбрать Еще Дополнительный Второй Лид Чтобы Мы Могли Этот Звук Сделать Панораму Один Налево Другой Направо Чтобы У нас Был Такой Мощненький Лид Давайте Будем Смотреть Вместе Чтобы Они Гармонировали Лид Лид Блин Лид 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 И Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я все-таки оставлю моно Отлично! Хорошо! Давайте оставим так И давайте теперь посмотрим, что у нас У нас есть два звука готовых И посмотрим, что мы можем подобрать к ним к этим двум близнецам Кого можно еще сюда подогнать? Давайте попробуем какой-нибудь атмосферный звук Хорошо! Пока это оставим, посмотрим, что мы можем подобрать для левой руки Так, для этого нам нужно будет нажать Ага Ага Так, давайте попробуем поменять этот звук, который у нас Музыка 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 Можно, кстати, поставить hold И так же можно управлять громкостью этого нашего left, вот он, так же можно и давайте оставим этот вот этот все-таки помягче окей давайте теперь это все дело мы сохраним не забываем про сохранение чтобы потом не убежала окей давайте теперь попробуем с оркестром для этого нам нужно будет посмотреть какие у нас есть ритмы так попробуем вот это что у нас окей давайте посмотрим что здесь мы сможем изменить заходим микшер нажимаем и переходим стиле и мы вот видим барабаны сделаем чуть громче и попробуем можно вот так отключить ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Прямо во время игры Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует...